Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке, штат Мичиган. Буду готовить я сегодня торт Спартак. Буду готовить двойную порцию. Назову порцию для... одну порцию. 100 грамм масла, 2 яйца, 4 столовые ложки какао. Там можно меньше, но это я так себе сделала, мне нравится так. 2 столовые ложки меда, чайная ложка соды, 1 стакан сахара, 3,5 стакана муки. И вот здесь у меня 200 грамм масла, мне его нужно растопить. Затем я добавлю туда сахар. Ой, надо на меньший огонь сделать. Масло я уже растопила, сняла с огня. Добавлю сюда сахар, 2 стакана сахара. Это двойная порция. Добавлю мед, 4 столовые ложки. Добавлю какао. Какао у нас идет 4 столовые ложки, то я... Это здесь у меня 8. Добавила я какао. Какао можно добавлять на любителя, можно добавлять поменьше. На порции можно добавить 2,5 ложки или 3 ложки. Но я добавляю 4, потому что люблю, чтобы шоколадные коржи были очень-очень шоколадные. Я делала поменьше какао, а то мне не понравилось. Я уже делаю так. Так, и добавляем 4 яйца. Вот так я немножко их вилочкой пробила и сюда добавляем. Тоже перемешиваем. И сейчас буду ставить на слабый такой маленький огонь. Все, поставила я на плиту. И нужно его так перемешивать, чтобы не пригорело. И чтобы только растаял сахар, растворился. И добавим соду. Муку. Я даже, друзья, взяла и перелила вот себе в другую миску из сотейника. Потому что сотейник горячий. Хотя я сняла его с огня, но он все равно может ко дну пристать, прилипнуть. И чтобы этого не случилось, то я вот перелила. И пускай остывает так. Пока остывает, то я просею, подготовлю муку. Муки нужно 3,5 стакана на одну порцию. Но это тоже нужно смотреть, сколько. Нужно смотреть по тесту. Как можно меньше муки. Так, чтобы можно было их раскатывать. Чем меньше муки будет, тем будет лучше. Ну, конечно, не 2 столовые ложки. Ну, будем смотреть, сколько нам понадобится муки. Так, будем добавлять муку. Здесь у меня, вот в этой такой, моей чашке, сюда помещается 3 капа муки. Кап муки, сейчас скажу. То есть, это вот такая мерка у меня. 1 кап в миллиграмм. Это 236 миллиграмм. То 3 капа. Здесь у меня 3 капа. И я немножко добавлю. И вот так перемешаю. Куры мои поют. Окно у меня открыто. Так, уже я добавила вот здесь 3 капа муки. И смотрите, какая уже у меня консистенция получилась. Вот. Это у меня есть еще по рецепту, еще нужно 3 стакана муки. Сейчас я сюда вот насыплю муки. И буду замешивать мягкое такое тесто. Вот какое тесто у меня получилось. Оно еще такое теплое, но красивое такое шоколадное. И смотрите, это я брала еще остальные 3 стакана муки. Видите, сколько осталось? 6 стаканов у меня не пошло. Это осталось столько. И сейчас я его накрою пленочкой тесто. И буду уже раскатывать коржи. Но когда буду раскатывать, чтобы оно не подсыхало, то, чтобы было мягкое. И раскатываю я свое тесто вот на пергаменте. Сразу его ложу на противень, пергамент. Немножко тесто. И вот такая у меня скалочка есть. И вот так тоненько-тоненько его растягиваю, раскатываю. Чтобы мне его не переносить. Потому что оно будет менять свою форму. То я сразу вот так. И нет у меня никакой такой, не знаю, где его купить, чтобы выравнивать, например. То я вот такой крышкой. Ну так. Нужно еще немножко сюда. Очень удобно вот так сразу на... На пергаменте и сразу на противне. Раскатываю тоненько. Посмотрим, какой будет. Может быть, другой нужно будет немножко больше теста. И выпекать несколько минут. Даже не знаю, сколько. Потому что я смотрю на само тесто. Так, нормально. Сейчас, где что у меня мой ножик. Вот таким колечком сейчас себе отрежу. Все лишнее. Духовку я включила на 380 градусов по фаренгейту. Уже она у меня греется. Так, а мы посмотрим. Так, остается немножко, видите, как бы по краешку вот такой здесь, как бы, такой бортик. Потому что крышка моя, она не ровная, а такая с такой выемкой. Но я не думаю, что это будет какая-то проблема, да? Будет нормально. Все, будем выпекать. Все, друзья, испекла я свои коржи. С двух порций у меня вышло 10... Да, ну, 2, 4, 6... 12. Два я оставила на обсыпку. Они такие более сухие. И сейчас буду делать крем. Вышло 12 коржей, потому что, видите, я... Это очень большие. Как раз вот на этот мой такой подносик такой. Вот. Когда я делала раньше, то были поменьше, что вот здесь еще было место. А так, видите, как раз вот такое. Получились... Я очень тонко раскатывала вот такие тоненькие. То я буду смотреть. Может быть, это будет как раз один торт такой большой и высокий получится. Ну, а может быть, и несколько коржей останется. Так что... Вот так. Буду делать я... Я пекла еще, у меня есть поменьше коржи. То те немножко я... Вот, раскатывала по-другому. Ну, немножко толще, то эти чуть-чуть, как бы, такие. То буду делать два тортика я. И вот потому буду взбивать сливки. Много сливок. Вот тут такая у меня. 36% сливки. И здесь у меня почти 100 литр. 1. 946 миллиграмм. Сейчас я их открою. Я люблю... Покупала у Валди. Валди маленькие такие коробочки. То там открывается хорошо. Так, откручивается. Так, я сразу целую эту коробку, пачку. Или как. Я купила две. Еще одна у меня есть. Если что, недостаточно будет. И сейчас буду взбивать. И буду... Когда взбью, добавлю сырую сгущенку. Я добавляю. И крем получается очень вкусный. Похожий, как мороженое, пломбир. И очень нравится всем торт этот. Потому что очень вкусный крем. Я не добавляю сахар или пудру. А добавляю сырую сгущенку. Так что, начинаем. Так, уже я взбила сливки. Вот какие. Еще не до конца. Так, чтобы такие пышные. Ну, вот так. И... Сейчас я уже буду добавлять сгущенку сырую. Добавлять я буду две баночки. Потому что здесь у меня литр сливок. И еще одну. И еще немножко взбью. Уже добавила сгущенку. И пускай еще немножко перемешаю. Вот такой кремчик у нас получился. Вот такой. Так, все. Буду смазывать я в кольце. Такое у меня есть кольцо. Но что-то оно мне не нравится. Что-то махлячит оно. Вот здесь оно у меня нехорошо держит. Покупала я его на Амазоне. Несколько раз только пользовала. Или, может быть, здесь нужно его закрепить. Или это очень большой торт. Нужно мне было его поменьше делать. Ой-ой-ой. А ну, стоять сказала. Как-то вот так. Я хочу, чтобы... Вот так. А там крем будет. Так что... Там снизу я помазала немножко. Чтобы держалась. Чтобы не ездил корж. И начинаем мазать. Перемазывать. Так, чтобы это... Чем бы мне это хорошо, я думаю, будет... Хорошо будет ложкой. Коржи я не пропитываю, потому что это сливки. Они пропитаются. И они сами по себе тоненькие. То будет нормально. Так, и следующий вводим. Вот так. И так буду каждый... Каждый корж перемазывать. Все, тортик я перемазала. Вот такой будет высокий он у меня. И на ночь я его поставлю в холодильник. А завтра уже утром. Я его вымою из кольца. И обсыплю края крошкой. И повезу на свадьбу. Хочу сказать. Я думала, что у меня один литр сливок будет достаточно на два торта. Нет. Как раз хватило на этот один торт. Потому что он, видите, очень большой, широкий и высокий. Вот так. Так что как раз один литр сливок у меня поместился в этот торт. Так. Уже прошла у нас ночь. Сняла я кольцо с тортика нашего. И осыпала его крошкой. Крошка измельчила в блендере, который... Крошку я взбила блендером из этих коржей. Два оставила. И вот так простенько себе обсыпала. Бока и вверх. И все. Пропитался он очень хорошо. Мягкий такой. Вот такой тортик. Тортики эти принимаю на заказ. Такой торт Спартак 50 долларов. Это вот еще крошка осталась у меня с двух коржей. Такая коричневая. Я ее не выбрасываю. Я ее в зиппер и в морозилку. Но не могу показать, какой в разрезе. Потому что я его буду увозить. Всем спасибо, друзья, за просмотры. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok